Ну что же, вновь я один. Это означает, что в студии есть гости. Я рад представить Ирину Суханик, заместителя председателя Крымского культурно-просветительского общества Чехов Волтава. Доброе утро вам. Доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим, наверное, на самую приятную тему нынешнего утра, по крайней мере для нас, мы поговорим о писателе. Много ли великих чешских писателей существует? Ну, достаточно много. Но, к сожалению, в Крыму из них никто не был. С Крымом не связаны. А так, довольно много известных писателей чешских. Одна из них – это Бажена Немцова. Мы знаем, что общество ваше существует с 1993 года. Насколько расширяете границы? То есть с первого дня основания вашего общества и на сегодняшний день, насколько оно расширилось? Какое количество насчитываете? Ну, в Крыму чехов насчитывается где-то примерно около полутора тысячи. Проживают они в исторически сложившихся уже поселениях, которые образовались с момента переселения чехов в Крым. Это начало 1861 год. Четыре, я сказала, четыре чешских поселения. Это Лобаново Джанкойского района, Братское Первомайского района, Александровка Красногвардейского района, ну и Симферополь. Насколько большое сообщество чехов в Симферополе? В Симферополе много проживают чехов. Как-то из сел переселились семьями, переселились в Симферополь. И, ну, довольно много чехов в Симферополе. Давайте сегодня поговорим про писательницу Бажена Немцова. Кто она такая, чем она славна, как она прославила Крым? Ну, Бажена Немцова – это чешская писательница. Крым она никак не прославила, потому что из чешских писателей никто не был в Крыму, никак не связаны с Крымом. Но, тем не менее, эта чешская писательница очень знаменитая в Чехии, ну и не только в Чехии, и за рубежом. И очень много поколений выросло на ее сказках. Она родилась в 1820 году, в феврале 1820 года. То есть 200-летие отмечаем? Мы отмечаем 200 лет со дня ее рождения. Родилась она в Вене, в Австрии, а с 6 лет она проживала в Чехии. Но вы знаете, мы вообще знаем, что сейчас проходят дни чешской культуры в Крыму. Расскажите, может быть, какие-то мероприятия есть, которые жители могут посетить? Ну, сейчас в феврале, вот мы только в конце февраля отмечаем 200-летие со дня рождения Бажены Немцовой. А на прошлой неделе у нас в селе Братское проходило праздник «Чешская масленица, мясо пуст». И вот пока, в общем, у нас таких мероприятий больших не будет. То есть в ближайшее время ничего такого пустить не получится? Нет, да. Вот только 29 февраля мы проводим литературное чтение в республиканской библиотеке имени Франко. У нас, к сожалению, очень мало времени осталось. Могли бы вы на всю страну анонсировать, как туда попасть и что можно будет увидеть? Значит, 29 февраля в субботу в 12 часов в республиканской библиотеке имени Франко на улице Набережная будет проходить литературное чтение, посвященное 200-летию чешской писательнице Бажены Немцовой. Ну, Бажена Немцова, она не только прозаист, она и сказки писала. Кстати, одна из знаменитых ее сказок – это «Три орешка для Золушки». О, конечно, мы же знаем. Конечно. Вот эта знаменитая сказка, которую мы все смотрим. И фильм знаменитый. Да, да, да. Вот. И писала она стихи тоже. Вот одно из таких стихотворений, которые она написала, 23 года ей было, посвящение чешским женщинам, чешским женам. Ну, знаете, мне кажется, не стоит раскрывать всех карт. Я думаю, что все, кто придет в библиотеку 29 числа, узнают еще и, кроме этого, много интересного. Да, будет очень много интересного. Будет и лекция о ней рассказана, и будет эта выставка декоративно-прикладного искусства наших чешских мастериц, будет выставка книг Бажены Немцовой. Так что мы приглашаем всех. Спасибо большое. Мы с Антониной постараемся обязательно прийти. Приходите. Время истекло. Большое вам спасибо, что вы посетили нам, что рассказали о таком интересном и важном мероприятии. Напоминаю, в гостях нашей студии Ирина Суханек. Суханек, заместитель председателя Крымского культурно-просветительского общества Чехов-Пултава. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы двигаемся дальше. И хотелось бы перейти к сюжету, который подготовила Наталья Жадько.